здравствуйте дорогие телезрители друзья сегодня в нашей студии вновь творческие люди это люди которые служат богу своими дарами и талантами и наверняка многих из них вы знаете это во первых хочу представить валерия короба это евангелист это музыкант исполнитель валерий короб пастор евангелист от союза миссионерских церквей украины автор и исполнитель христианских песен женат воспитывает двоих детей севастьянов павел это организатор христианских концертов и мероприятий на территории сибири не только савастьянов павел организатор концертов христианских исполнителей женат воспитывает дочь и василий ивченко это музыкант это тоже творческая личность молодежный пастор служитель один из исполнителей творческого нового творческого проекта апсейшн человек тоже который служит через творчество в гости василий ивченко молодежный пастор музыкант и солист группы апсейшн женат воспитывает двоих сыновей дело в том что я не думаю что нам нужно нужно конкурировать я думаю что нам нужно создать свою субкультуру чтобы она была интересна да именно субкультуру свою то есть не надо идти на новую волну на песню года или надо нас они сами пригласят они такие ребята что если они по есть даже не понравится пример они тебе еще и заплатят чтобы ты там выступил вот муж валерий он же взял какую-то группу с москвы но таки нет не с москвы но таки не в москве сейчас но они они с беларуси еще каких-то и ну вот кстати с пиваков по монотеки по моему и продюсировал чтобы они на сахалин слетали вот да я тоже я тоже слышал да поэтому гожим взял понимаете если вы мне как почему я этот клуб открыл потому что мне бог открыл такую вещь он в словом не пришло накормите своих и я дал вам чужих потому что когда наши не доедают а о чем мы кого мы можем приглашать да если у нас мы еще не наладили такую тусовку чтобы нам сами было интересно но давайте сделаем так чтобы нам сами было интересно а мир он такой там действительно там ребята ухо востро если они видят что ты делаешь классную вещь и по барабану что очком о чем они видят что ты цепляешь людей и они будут тебя тоже продюсировать вот определенно это так если допустим потом они попытаются тебя купить но к этому надо просто готовить музыкантов что если тебя попытаются купить но ты должен знать что ты или ты богу посвящен или ты продаж но вот сейчас паша мурашов не знаю знаете вы или нет клавишник в риге было алексея он работает с тимати тимати он пишет музыку он пишет они запишут песни сейчас вот лепс последнюю песню исполнял это паша мурашова песни то есть вот тексты наших людей ценности уже поют современные звезды и в принципе это уже вот началось это вот уже на пороге я вообще когда басков вышел в одеяне чуть ли не про протестантского священника и спел там про небеса я вижу что эта тема не чужда это наше глубокое заблуждение что люди не хотят слышать о боге подобного люди хотят и на самом деле к свету тянется все же сколько таких корнильев язычников только иудеи саморядами не сообщаются и нам так кажется что они проклятые все идут в ад из-за того что мы вот как раз я считаю что проблема в том что мы создаем субкультуру проблема в том что мы слегка отделяем себя от них вот они и вот мы а нам надо наоборот сделать интеграцию как написано царство божье подобно семени маленькому семени когда она растет под кронами этого дерева укрываются птицы разного рода то есть это интеграция когда разные птицы слетаются и укрывают я говорю о субкультуре это не значит что отделять себя от мира хотя вспомните первоапостольская церковь они как раз собирались по домам и кайфовали там написано в веселье проводили время и бог ежедневно привал к ним спасаем а потом петра отправил к язычникам но потом он вообще разогнал до всю церковь по всему миру это понятно и это произойдет и с нами но нам сначала надо укорениться и почему я клуб открыл потому что я заметил что если даже гомосексуалисты имеют свои клубы почему им на людям 1 1 духа надо собираться вместе чтобы укореняться в том что они избрали а потом уже они расходятся но они уже расходятся укорененные быть в мире на нет мир да да и опять же говорю мирские люди они приходят вот если мы будем делать наши клубы нашем фестивале они же не будут там проверять на входят и верующие верующие заходи все пожалуйста и талантливый да у нас делириус когда приехал в киев то там битком был зал наши дворец спорта восьмитысячник делириус потому что это делириус и может не все и понимали о чем они поют уж это на английском да но но дух то там работал так у меня дочка стояла в первых рядах говорит я ведь впервые видела христианского исполнителя горит у которого глазах иисус реально горит ее так зацепила просто сама говорит я видела что это не музыкант который музыцирует а этот человек который поклоняется богу когда он там запел вот это вот холит вот интересно если посмотреть грэмми грэмми там по разным номинациям там хип-хоп исполнитель там солтам исполнитель рок исполнитель если запад брать гаспел исполнитель то есть да вот последние годы кирк франк франк то есть стал номинантом в этом году девушка там она а в россии если взять на уровне россии допустим фестиваль мус тв там просто нет такой номинации вообще и поэтому это то что валерий говорит что может быть да там субкультура там насколько подходит это слово или нет но с другой стороны мы же как сказать и не предлагаем ничего российскому рынку безусловно это вот как вот допустим павел двинулся то есть вариант очень хороший но при этом это вот ответ на ваши вопросы когда есть ли в россии нет в россии таких пока групп на самом деле которых можно было бы выделить но я думаю когда начнем поддерживать друг друга появится вот эта номинация где выявятся вот эти люди на которых будут равняться возможно из других стран ну да потому что америка все равно она более протестантская страна и там нельзя брать американский вариант потому что это совсем другая страна культура и дизайн менталитет вот россии придется идти своим да 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 не но самое главное я считаю что с нашей стороны не отделить себя от мира а наоборот идти туда со своим творчеством идти туда глубже и там не ценят так скажем христианин ты или не христианин святой ты святой для бога ты не святой для них им как бы там ценят талант там ценят дары там ценят энергетику цепляла да там люди понимают энерго слова духовность там заменяется да конечно все там видят чистый ты человек аура у тебя чистое или не чистое что ты несешь своим что людям хочется делать после своих песен там блудить идти там не знаю пить водку или что-то в жизни менять и вот я думаю что там не ценится не помазание не святость там ценятся дары и таланты и профессионализм да и вот мне так кажется что одна из ошибок которую совершила протестантской церкви в самом начале мы только в самом начале все формируемся это то что мы так скажем убрали вообще профессионализм вопрос она нам не надо это мирское это неправильно и нам нужно помазание посвящения до главное лучше бы помазано было неважно что мы убрали профессионализм и из-за этого мы как раз сегодня где-то проигрываем мы не можем конкурировать мы не можем дать продукт но иисус сказал идите и научите то есть задача церкви предоставить такой продукт который все захотят мы дистрибьюторы царства божьего да мы должны иметь такой продукт который все захотят а к сожалению пока такого продукта нет знаете было время когда я так по в начале своего христианства был ультра ультра харизматом таким я ходил и проклинал там если я знал что это ночной клуб и я ходил проклинал чтобы он сгорел там все пока мне бог не остановил в этом моем безумии вот и не показал что нечестивый пусть оскорняется еще неправедный пусть творит не правда еще святой досвет то есть я понял что просто надо ревновать о том что вот сколько ночных клубов во столько должно быть наших наших заведений таких в которых чтобы у человека был выбор бог хочет дать человеку выбор согласен что слово конкуренция мне просто не нравится нам не надо конкурентно нам надо делать нам надо делать свое дело не хуже чем дело этого мира это вот с этим я согласен потому что это даже и не конкуренция просто мы как бы как филд рискал сказал говорит просто есть я ведь не делю музыку на христианскую не христианскую хорошим она несет или послание из неба и есть музыка который несет зала ней заду все есть музыка которая несет тьму есть музыка который несет свет вот и все и нам надо укореняться в этом свете и и двигаться конечно но от суп своих субкультуры мы все равно не уйдем ну ладно не субкультуры ну ладно вот такой пример церковная культура даже не церковная вот мы мы народ вот есть еврейская культура да вы согласны и вот евреи если хор турецкого приезжает от него валят все почему так классно потому что и хотя половина песен там еврейский явно еврейских а еврейские песни все несут в послании от бога все но на к еврейские танцы тоже в общем там все вот так вот она все туда все наверх отдают вот-вот-вот-вот в таком ключе двигаться я полностью согласен надо делать чтобы наша культура стала интересной яркой и привлекательной вот как суши завоевали нас постепенно да почему-то казалось бы ну чё мы же все-таки там сало мы в украине любим и так далее более суши у нас потихоньку завоевывают все больше и больше завоевывает рынок потому что это вкусно и полезно и полезно да вот и все я думаю качественный продукт то что да как сама самое интересное что качественные музыканты они не растут за один день если церкви не будут вдохновлять людей молодых людей из детских садов то есть сегодня мы ничего не сделаем реально если посмотреть на вещи то сегодня вдруг открыв двери церкви у тебя в первом ряду не окажется спец звукари во втором ряду стоят спец басистым в третьем и ты только выбираешь мне вот этого вот этого вот этого нету такого места где лежат такие специи и ты как по рецепту да мне нужно сделать и церкви сегодня не вдохновляют свою молодежь на то чтобы они и шли и учились ну про зато они хотят открывать христианские музыкальные школы или христианские какие-то делать христианские суши до христианские груши мне кажется что во первых нельзя стесняться не надо бояться приглашать мирских исполнить мирских музыкантов есть проект ты знаешь там хороший басист он не ходит мы так и делали да у нас не было недостачи не надо бояться от всех игроков допустим я знаю точно точно что у алексея тот же басист оскар да он работает и слаймой там и все не надо бояться отпустить его потому что он укорененный человек и через него свет и клайм придет и туда то есть поэтому вот вот таким образом интеграции произойдет птицы разного рода потому что делать вот действительно христианские школы христианские садики с одной стороны это да и если у кого-то это получается то хорошо это далеко идущий проект я говорю не о христианских садиках я сейчас говорю о образовании в целом ну и даже больше вдохновение да чтобы молодежь вдохновлять заниматься вот сегодня был сериал буквально три я не знаю года назад этот сериал еще шел я не смотрю я знаю что огромное количество молодых людей начиная с 4 5 класса этот сериал сериал назывался ранетки там молодые девочки берут инструменты школьницы и становятся звездами и за счет этого сериала огромное количество по всей пост по странам постсоветскому пространству пошли школа была ли наводнены у нас друзья у них девочка тогда и было 13 14 лет это уже поздно время для фортепиано но родители купили электронное фортепиано дорогое и она села и стала заниматься и добиваться каких-то успехов сегодня в христианстве очень мало таких примеров которые бы вдохновляли молодежь на подвиги если раньше когда мы переписаны и кассеты этих даже не на подвиге даже ну но это было занятием все таки это подвиг ты не представляешь как меня ломало когда идет какая-то конференция мне хочется быть там одновременно мне с этим мне нужно сидеть и учить эти дебильные ноты читать с листа и чтобы завтра я уже я знаю что у меня завтра репетиция но я должен выучить свою партию потому что я подведу всех и мне нужно чем-то жертвовать сегодня получается так что люди они как ты правильно говоришь как бы они больше поверхностны они сходят на конференции они сходят туда они сходят туда они как бы напитаются духом но в результате когда они выходят за стены у них это как батарейка села и все но нету чего-то такого что постоянно бы подзаряжала если церкви не будут учить и хорошо для задача пастырей вот я на нескольких прежних передачах у меня на прошлой передаче на позапрошлой здесь сидел ректор санкт-петербургского университета и его заместитель мы говорили об образовании и в чем проблема если сделать срез вообще проповедей из пасторов средств годовой и посмотреть сколько за год вот выходите в церковь когда вы последний раз слышали проповедь вашего пастора об образовании что надо людям эти учить тут честно очень давно вот поэтому и нет образованных людей потому что священники сегодня они формируют вообще настроение и формируют будущее да они ведут людей за собой ведут людей за собой и поэтому я в частности считаю что как раз невежество это результат того что сыны века сего они гораздо мудрее они понимают что если он маленький его надо давать музыкальную школу он там на этой скрипке шпили 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 ему хочется гулять его гуляют он играет 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 а потом эти все дворниками работают миллионер и в хороших ресторанах иногда на своем день рождения он позволяет себе сыграть почему потому что ну люди этого мира понимает важность образования мы христиане мы пришли к богу бог все смотрят теперь за все заплачено не того что в мире вообще не надо оскверняться этим ни в коем случае зачем вот у нас субкультура почему я против этого слова субкультура у нас своя культура я на церковной сцене и так звезда мне равных нет выходит парень с гитарой он звезда ему одежды стелят кричат асанна потому что ну не другие а выпусти его на новую волну его закидают помидорами потому что его даже туда не пустят до раздавать и какие-то бумажки потому что ну не проходят по и вот я об этом и говорю что мы сегодня упустили как раз вот в этот момент времени мы взяли что-то поверхностное мы думаю что только на одном помазание на там одной святости можно проехать и потеряли глубину вот потеряли образование в частности вот я хотел сказать про такую вещь и как но мирская музыка я вырос вообще с 13 лет мои любимые группы это были ноги purple потом более тяжелые команды и когда я уже учился муз училища я узнал что тот парень ричи blackmore который наяривал когда ему было 17 18 лет в тех супер крутых альбомах оказывается окончил консерваторию по классу виолончели является доктором музыкальных наук и у меня вообще тогда был ступор кризис как все что что я слышу может вязаться с виолончелию и со званием доктора наук это не вам это не могло уместиться в моей голове но пришел момент когда я понял то что если у христиан не будет такого уровня то христиане они останутся всего лишь пустозвонами как кинвал звучащий который позвучал успокоился и все об этом прекрасно забыли он только разразил слух да но он не произвел никакую работу поэтому если пастыря сегодня и ну учителя почему еще этим занялся чтобы молодежь видела валерия это как прутики якобы да а вот видят зачинают и рождается потом скотина с кратинка да как прутики якобы то есть если я его не я еду вот в этот бит да я еще раз возвращаясь к примеру я еду из красноярска по ледяной трассе и я понимаю что если ну каждая секунда это в руках божьих и я слушаю и говорю себе я хочу увидеть этого человека я набираю алё нет мы не знаем мы не знаем как на третий месяц я узнаю как пригласить этого человека я приглашаю не потому что он классно поет и играет не потому что супер запись а записи были ужасные они переписаны были а то послание и я понимаю что если она мне помогло остаться в живых то сколько людей через то что я сделаю может оказаться живых сейчас я переписал эти старые супер хиты теперь можно можно нормально слушать но я хотел сказать знаете вот я думаю вот эти две вещи они они все равно как бы нельзя в обочины то есть духовность она все равно должно на ради без него да и профессионализм смотрите в скине давида они обязаны были день и ночь заниматься своим искусством не значит что они день и ночь они что они не спали нет они просто сменяли друг друга и у меня часто спрашивают вот как научиться играть я говорю хочешь научиться играть игра игра и постоянно маккартни не заканчивал ни одно музыкальное заведение у него нет доктора но тем не менее это маккартни да и мы все его знает весь мир это самый кстати дорогой музыкант вот айлта джон закончил королевскую консерваторию как бы но но я знаю что маккартни в туалет ходил с гитарой то есть понимаешь кто-то кому-то помогла школа а кому-то помогла просто его усидчивость и день и ночь день и ночь то есть работать надо работать работать и работать будет результат хочешь научиться петь пой днем и ночью пой все время пой я стал певцом ну я до сих не знаю мы все время ждали певца только пока его не было я пел и так и пришлось все еще до стихийно потому что я никогда себя певцом не считал я певцом для меня это был кавердейл это был гилан какой я певец и все то есть надо просто работать работать и постоянно и жалко что у нас в христианстве нет таких фильмов как ронетки которые допустим действительно вдохновили бы какой-то пласт молодежи на допустим достижение какого-то профессионализма там чтобы обманом не только музыка есть а театр а танцы а этот лорд of the dance когда люди выходят и мочат такие вещи и вставляет я не реально или когда японские барабанщики выходят на сотню человек дубасе так это же а если в духе дубасе вы наверно не видели последнюю постановку пастора алексея называется первого тассара это музыкальное действие там три сцены три уровня это уровень небес как бог на это смотрит это валтасар земной уровень это уровень вот где ангела архангел там и театр там и танцы там и вокал все в одном это потрясающие вещи ну что я хочу сказать что я хочу сказать что большинство христиан осудили потому что поют частично светские люди потому что нету верующих которые могли бы обслужить данный проект нету просто их нету режиссера ему пришлось взять постановщика там он тоже крутой и кто-то до сих пор бы что он там гомосексуалист хотя это непроверенный факт и куча камней летит в адрес дарья чайковского слушаю чё делать ну вот что делать а колбасу кто делал то его знает гомосексуально мы же едим эту колбасу и вот тогда ширина чем надо пользуемся и план стив джобс вообще по непонятно кто по религии был то есть и вот эта проблема когда только кто-то мало-мальски начинает на себя разноцветную одежду одевать тут же камни летят и в яму вот как нам это ряда рукам всегда в иисус уже предупреждал что вы будете вы на кто хочет действительно жить благочестиво то есть по-настоящему будете гоним и и кстати будет будут те которые будут вас убивать они будут думать что служат вот на и она так и происходит уже две тысячи лет ничего не меняется только слава богу что сейчас к отстроу инквизиции хоть нет это уже хоть как-то вас успокаивает даже у нас не сожгут стабильными не подмена а то что но зато словесно кстати хотя между прочим в духовном мире это не менее конечно когда мы знаем иногда что некоторые пасторы разбиваются на машинах там я понимаю что кто-то кто-то может не пробоваться молитвы но кто-то зато сильно колдовал колдовал против него поэтому до прекратится этого имя иисуса я я верю честно знаете в книге даниила написано что в святые в последние усилиться будут действовать вот я я верю в то что усилиться мы можем только одним если мы перестанем проклинать друг друга а начнем благословлять друг друга и любить друг друга католики православные протестанты всех мастей и тогда и искусство наше воспрянет и и действительно я знаю в еврейском народе хороший пример как они евреи они тоже все разные они между собой они могут ссориться вплоть до драки но когда речь идет о народе они становятся встают как народ и у них в армию служат с удовольствием девочки молодые понимаешь девчонки идут в армию они с удовольствием идут в армию они защищаются родину роли он да да дай бог чтобы у нас так было аминь дорасти надо это спасибо вам что вы пришли что мы сегодня так приятно пообщались супер я благословляю вас искренне как и может быть как ваш сын и на самом деле я не хочу чтобы были распри чтобы были разногласия потому что как написано один сел а другой пожинает и сеющие и жнущие вместе будут радоваться вот дай бог нам дойти до такого состояния когда мы будем видеть как души спасаются и понимать что это не только заслуга тех кто собираясь из души а были те кто сеяли возможно сели свои жизни сели свои деньги как вы павел сеяли свои дары таланты может быть никто не аплодировал никто не кричал амин да было бы наоборот камни летели но продолжали сеять и дай нам бог увидеть большую жатву пусть армия поклонников божьих поднимется которых затмят однажды всех поклонников сатаны она будет да пусть так и будет и мы хотим благословить тебя дорогой телезритель если ты смотришь нас если у тебя есть в сердце заниматься творчеством заниматься музыкой то начни это делать каждое великое дело начинается с первого шага не бойся сделать первый шаг потому что бог уже давно там тебя ждет возможно никто из людей тебя не одобрит возможно твой страх твои прежние ошибки будут останавливать тебя но я умоляю тебя дай рождение своей мечте ты нужен господу и ты нужен многим людям мир нуждается в твоем даре раскрой его полностью вырази себя через те дары которые бог вложил в тебя любим тебя благословляем то есть